Друзья, всем привет! Мы продолжаем нашу новую рубрику на канале, где я выбираю самые важные, на мой взгляд, истории недели, комментирую их и разбираю вместе с вами. Хотел извиниться за то, что мы не вышли на прошлой неделе, это связано с экстренной командировкой. Мы все-таки в первую очередь занимаемся расследованиями и репортажами, а разговорный жанр не самый сильный наш конек, поэтому порой просто не остается на все времени, ну и чем-то приходится жертвовать. Но я вам обещаю, что совсем скоро мы вам покажем несколько важных и, надеюсь, громких историй и тем самым искупим свою вину. В общем, подписывайтесь на наш канал, будет интересно. Ну а сейчас поехали! На этой неделе Владимир Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга. В беседе с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым Соловьев назвал столицу Урала, цитата, «мерзотным центром либераты». У вас в Екатеринбурге, но центр такой, мерзотной либераты, которая породила многих подонков, те, раскрывающиеся за границей, начиная от Волкова и заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. Про моральные качества этого… Да просто этого. Давно все известно. Напомню, что не так давно Соловьев называл жителей Дальнего Востока «пьяной погонью». Теперь его досталось жителям Екатеринбурга, за которых, на удивление, заступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Соловьева такое заступничество за земляков оскорбило еще больше. Вы с кем? С героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами, которых от буквы «З» воротит? За языком следить! Кто будет? Кстати, если Куйвышев маечку снимет, у него как там воровские звезды не запылают? Может, он уже у нас авторитет немеренный? Не знаю, как вы, а я на эту перебранку смотрю с удовольствием. Это уже далеко не первый случай, когда Соловьев и другие приближенные к Кремлю люди публично уничтожают друг друга. Помните, не так давно Соловьев буквально набросился на Министерство обороны за уничтожение крейсера «Москва»? Я просто в бешенстве. И с каких это пор? Боевой корабль боится ракетного удара. После этого некоторые патриотические каналы предложили пропагандисту, цитата, «сжать булки и отправиться на фронт». Или Кадыров, который кого только не критиковал во время войны. И Мединского за переговоры с Киевом. И Пескова за слова о патриотизме Урганта. В общем, в этом серпентарии сторонников войны все не слава богу. И это не может не радовать. К сожалению, с Владимиром Соловьевым приключилась еще одна важная история на этой неделе. Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратило покушение на пропагандиста. По версии Путина и ФСБ, сам президент Зеленский и само ЦРУ наняли несколько законспирированных наркоманов-неонацистов, которые, конечно же, открывают ОМОНу через секунду после стука, хранят дома нацистские флаги и методички и играют в компьютерную игру «Симс». А планы убийства расписывают по пунктам в блокноте ровным почерком. Само же убийство они, видимо, планировали совершить с помощью коктейлей Молотова, который заранее припасли к приходу ОМОНа. В общем, какие-то просто фантасмагорические шпионы, неонацисты, наркоманы, ну и, простите за глупость, феерические дебилы. Это персонажи какого-то невероятного сценария, написанного известным автором из Беларуси и поклонником Хантера Томпсона одновременно. И, как сообщают источники важных историй, эти неонацисты в трусах планировали не только убийство Соловьева, но гораздо более масштабные и страшные преступления. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вдруг вокруг нас все страшно засумело. А небо заполонили огромные летучие мыши, которые визжали и носились вокруг машины. Четыре позиции, я сейчас покажу, как вы привезли. Они бы атаковали наши войска. И голос прокричал, боже, правый, что за чертовый зверь? Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Обойдемся без них. У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсоломки кокаина, и гора возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А еще два коктейля Молотова, свастика, трезубец и план убийства на бумажке. Обратите внимание на пункт 3. Посмотреть инстаграм Соловьева. Почему пропаганде так тяжело противостоять? Почему так много людей смотрят Соловьева, Симоньян, которые призывают прямым текстом стирать с лица земли соседние страны и убивать сотни тысяч людей? Думаю, что многие из вас задаются этим вопросом. По крайней мере, я их задаюсь часто. На этой неделе в важных историях вышла статья, которая, на мой взгляд, отчасти отвечает на эти вопросы. Ссылку вы найдете в описании к этому видео, а я хотел бы прокомментировать только одну из многих интересных идей этой публикации. Медиааналитик Василий Гатов пишет, что время качественной журналистики давно закончилось. Ее голос утонул в шуме социальных сетей, где громче всех звучит мнение условного Петра Петровича из ВКонтакте. Это создает идеальную среду для пропаганды, у которой этих Петров Петровичей проплаченных и бескорыстных, как солдат у Урфина Джуса. Когда я думал о том, что пишет Гатов, то вспоминал лекции по психологии в Стэнфорде, где нам рассказывали про когнитивную перегрузку. То есть такое состояние мозга, когда он уже не может справляться с колоссальными объемами информации. Особенно такого качества. Когнитивная перегрузка, конечно же, приводит к повышенному стрессу, снижает память и создает большие проблемы с логическим мышлением. В общем, получается такая идеальная среда для заражения пропагандой. И особенно актуальна эта проблема становится во время войны, когда непонятно, какому источнику информации можно доверять. Что с этим делать? К сожалению, у этой проблемы нет готового решения. Но мне кажется, что отчасти ее можно решить, если подписаться на по-настоящему независимые СМИ. Ну, например, такое, как важные истории. Мы бережем ваш мозг и сообщаем только о самом важном, чтобы не вызвать у вас когнитивные перегрузки. Поэтому подписывайтесь на наш канал и берегите себя от пропаганды. Название города Буча стало символом зверств российской армии в Киевской области. Убийство мирных жителей, изнасилование, мародерство. Все эти преступления попали на фото и видеокадры. О них рассказывают сотни свидетелей. Но, к сожалению, российская армия творила подобные и в других городах и селах Украины. На этой неделе мы опубликовали еще одно важное, на мой взгляд, свидетельство этих преступлений. Ссылка на публикацию в описании к видео. А пока послушайте фрагмент из интервью жительницы села Ягодное Черниговской области, которая провела месяц в подвале во время оккупации. У нас когда-то там был спортзал по школе. Все село, можно сказать, туда согнало. До 400 человек на всей школе было. Мы все сидели как в селедке. Ноги текали, потому что нельзя было сидеть нормально. У нас было в подвале 71 ребенок. И самому маленькому было полтора или два месяца. Возле нас тоже было 6 месяцев ребенок. Детям уже послали на пол. Кордон тут находили. Одеяло, что-то, ну, все равно сырость была. Такая была температура, жара, дети обливались потом. Невозможно было дышать. Дети падали, некоторые воморок. Уже от того, что селорода вот этого не хватало. Люди, когда уже начали там, кто это всегда, старые люди. Воздух был очень тяжелый. Уже на второй, наверное, день пожилые начали сходить с ума. Они начали вообще раздеваться, там мы ночами кричат. Люди умирали. В подвале в самом погибло где-то 11 пожилых людей. Они не выдерживали просто от этого. Сходили с ума и буквально день-два люди умирали. Если ночью они лежали до утра, их не давали выносить. Для них было вид, что у нас в домах есть ванна и туалет. Даже что в селе есть асфальт, что в селе свет есть. Для них это тоже был шок. И они же говорили, что это не село, это город. Там дальше село Михаила Кацубенскому. Они когда зашли, там люди говорили, что они звонят уже в Россию, говорят, мы заняли Чернигов. Их представление, что в селе так может люди хорошо жить, это был шок. Когда слушаешь эти рассказы, то с одной стороны отказываешься верить в то, что в 21 веке жители России могут по-настоящему удивлять наличие унитаза в доме. А потом вспоминаешь официальную статистику. Ростат заявил, что почти 23% жителей России живет без доступа к канализации. А почти 13% россиян не имеет собственного туалета в доме. Это от 15 до 20 миллионов человек. На мой взгляд, фотографии этих сортиров, как никакие искандеры и ядерные боеголовки, показывают, как на самом деле обстоят дела в России. Поэтому не стоит удивляться тому, что некоторые русские солдаты никогда не видели унитазы в своем доме. А в конце поговорим про те самые ядерные боеголовки. На этой неделе Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев предложили устроить Третью мировую войну, ну и кому-то отправиться в рай, а кому-то сдохнуть. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Потому что зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Ну то есть, ну нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, ой, вы знаете, не получилось. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы это в рай. Да. А они просто сдохнут. Напомню, что на этой же неделе Владимир Путин, выступая перед Советом Законодателей, тоже пригрозил всему миру ядерным оружием, которым, цитата, сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать. Если называть вещи своими именами, то все эти заявления Путина, Соловьева, Симонян – это риторика самых настоящих ядерных террористов, которые крутят ядерной боеголовкой перед лицом всего мира, как гопник в подворотник крутит ножом бабочкой перед лицом своей жертвы. Они не только готовы убить сотни тысяч невинных людей в Украине, но если потребуется, и больше семи миллиардов жителей Земли. Просто вдумайтесь, эти люди готовы уничтожить целую планету ради геополитических галлюцинаций одного сошедшего с ума фанатика. Аплодисменты